всем хорошего дня с вами смонстройщик Леха и вы поняли некоторое время я отсутствовал на основном канале сейчас на втором канале там что-то бегаю делаю в общем связано с тем что резко подорожал материал и денег которые были отложены за зимний период на строительный сезон их чисто не хватает троекратно то и четырекратно поэтому пришлось расставить приоритеты то что важно то что неважно сделать а это еще также касается контента у меня очень много работы которые начаты но нету концовки потому что их отложить так они сейчас в данный период времени не очень важны поэтому за тот период который отсутствовал мне удалось неплохо так наснимать материала поэтому на ближайшие два месяца контент будет выходить регулярно но это не точно но сегодня расскажу вам про террасу ставим чайок и погнали мой монтаж террасы будет происходить поэтапно фундамент потом поставим подиум соберем из железа досок будет крыша под балкона и сам балкон да кстати поводу крыши хочу приготовить вам самый популярный кровельный материал в стране bf тех это шиферного поколения который не боится морозов и не выгорает на солнце очень устойчив к пожарам и не горит вообще у шифера bf тех отличная звукоизоляция дождь практически не слышно при этом он очень прочный и долговечный монтаж и укладка шифера производится очень легко и быстро полезная площадь волнистого шифера большим других материалов достаточно одной волны нахлёста шифер bf тех качественный кровельный материал по доступной цене ссылочка на данный продукт будет в описании и так мой первый этап это обычный легкий столбчатый фундамент рассматривал фундамент ленты рассматривал фундамент с помощью просто плиты также еще были свои но мне понравился столбик обычно пробурил 12 лунок то есть мне через каждый метр двадцать метр тридцать и сделал столбики мне показалось что более выгодное более дешевенький к тому же терраса будет сделана из дерева без каких-то либо усиленных мощных столбиков то есть вес там особо то не будет да и к тому же по нашему новому законодательству все строения на участке которые имеют капитальное строение облагаются налогом поэтому терраса стоит на обычных столбиков либо сваях это будет считаться легкое строение налогу не подлежит а это по моим меркам целых двенадцать с половиной квадратов поэтому лучше стоит на столбиках к тому же это отдельный фундамент и прицеплять его к основному нельзя поэтому терраса нуждается в своем собственном фундаменте монтаж начал я с обычной разметки начну шнуровку в двух направлениях по левой стороне будет 6 столбов и по правой ну и по направлению этих шнуровок я уже в дальнейшем буду ориентироваться по направлению шнуровки забил арматуру на одинаковом расстоянии в будущем это будет настоящее положение моих столбиков для того чтобы столбики были парельные друг другу я использовал уровень уголок фасад у меня сделан более-менее ровно поэтому относительно одного столбика даже должен находиться второй то есть моем случае это сейчас арматура но в будущем это будет стол так как в будущем будут джать лаги на этих столбиках поэтому параллельность приветствуется для этого использовал такую хитрость ну а теперь нужно браться за бур пробурить необходимо 12 лунок глубиной метр пятьдесят сверху будет еще два сантиметров земли как раз этого хватит чтобы промерзания не было удаляю арматуру и теперь в эту готовую лунку уже можно вставлять бур это и есть положение будущего столбика осталось только пробурить и уже в будущем можно приступать к следующему этапу первые 30 сантиметров шли как по маслу это была полуродная земля плюс ножичка песочка было все круто я в принципе представляла что за два часа я сделаю все эти 12 лунок и будет все роскошно и на следующий день уже залью бетон но представление планировка это одно а по факту другое после 30-40 сантиметров началась глина утрамбованная жесткая глина бур туда даже при всем моем весе который давил а мой вес 90 килограмм бур туда не захотел заходить вот как бы так сказать помягче вообще не захотел то есть я максимально царапал поверхность поэтому мне приходилось бур закручивать и ножку ударять кувалду сверху чтобы хоть как-то зацепить эту глину глина бурится очень трудно и мои предположения вместо двух часов бурения превратилась в два дня то есть два часа который я профантазировал я убурился только на 40 сантиметров 12 лунок а нужно было метр пятьдесят бурился до глубокой ночи и буквально за где-то восемь часов я смог пробурить в 12 лунках метр осталось еще полметра поэтому бур необходимо было нарастить до двух метров чтобы в будущем углубить на полтора диаметр буру мне был 150 потому что в дальнейшем то пойдет канализационная труба диаметром 110 поэтому если бур был бы на 100 труба просто не захотела бы в принципе залезать а мне еще потом эти столбики выравнивать и тут стала вторая проблема я не мог надавить на бур потому что они были на уровне моей груди чуть выше пояса а чтобы бурить дальнейшем необходимо было как-то усилить утяжелить этот бур все что придумал это взять меня прибыли во дворе тяжелый мокрый пень весом это 30 килограмм выглядит конечно смешно но это помогло мне еще пять часов фото и данная глубина полтора метра была достигнута ну и теперь осталось ставить пмд-шные трубы да кстати маленькая оговорочка пмд-шные трубы я покупал не новые я специально ходил по рынкам и спрашивал некондицию потому что некондицию можно выторговать за полцены а то и дешевле ну и плюс там бывают не совсем трехметровые трубы бывают двух с половиной 272 и 8 то есть некондиция всегда есть ее можно купить по дешевке для моего фундамента самое то что при заливке бетона влага не ушла из моего будущего столба все концы то есть окончание трубы я покрыл клиенткой замотал скотчем что когда бы заливать бетон он туда потом там остался никуда не утек а чтобы арматура не порвала клеенку нужно посыпать горсть песка и горсть щебенки арматура упрется в щебенку щебенку упрется в песок слегка продавит клеенку но не порвет ее первый последний столбик выставляю по уровню и трамбую песком с помощью сырого песка и лейки этот способ я посмотрел себя в деревне мы так как видите трубы сделаны так себе поэтому их нужно все выравнивать именно поэтому залил первый последний столб ну а теперь также как и в первом случае натягиваю шнуровку и по первому последнему столбу буду выравнивать все центральные как то так да кстати на высоту труб не удивляйтесь потому что они были разные как я говорил я их покупал не новые а уже такие пользованные царапанные треснутые потому что это всего лишь емкость для бетона поэтому грубо говоря несъемная опалубка поэтому это не страшно ну а теперь уже более-менее на глаз оставляя 80 сантиметров над уровнем земли в будущем если что я подпилю это уже с бетоном а пока нужно спилить чтобы мне потом было удобно опускать то арматуру и запихивать раствор куски трубы также не выбрасывал они еще пригодятся да кстати для экономии можно было использовать вообще в принципе коллекционные серые трубы они немного дешевле но я когда ходил по рынкам не кондиция была только уличная причем в большом количестве ну а теперь настало время напилить арматуру связать ее и опускать арматуру использовал то что осталось меня после кладки блоков кто знает эта шестерка у меня еще есть возможно хватит даже на мой будущий подвал но это конечно не совсем точно но арматура есть но зачем покупать когда можно использовать то что есть я использовал на столбик 4 арматуры длиною 2 метра итого 8 метров на один столбик у них было 12 итого 96 метров арматуры шестерки длиною 2 метров арматуры шестерки и Напилил нужное количество, теперь их необходимо связать в квадратик, который в будущем будет опущен в трубу. Арматуру связываю в квадратик остатками от вкладочной сетки. Недавно смотрел youtube и тоже видел как компания делала фундамент под каркасный дом из коллекционных труб только диаметром 150 и там проектировщик делал комментарии что они посчитали и хватит на такой дом 3 арматурки диаметром 14. Я с удовольствием посмотрел как они ее вяжут, но к сожалению не показано. Показано уже когда столбики залиты и сверху уже сделана обвязка. Я в самом случае никаких просчетов не делал на чисто колхозный вариант 4 6-мм арматурки. Я думаю на один столбик, а всего их будет 12, этого более чем достаточно. Естественно перед тем как взять арматуру, я заранее заметил, чтобы арматура внутри трубы не касалась стенок и была от стенок где-то 2-3 сантиметра. Ну скорее 2 чем 3. Если она будет внутри прям сильно прижата к трубе, то получается она будет на поверхности бетона и работать в принципе не будет. Ну и готовые связанные столбы опускаю внутрь. Столбы длиной 2 метра, опускаю внутрь, нет поверхности торчит около полуметра, плюс-минус 10, там как отрезал. Ну а теперь опущенную арматуру необходимо закатать в бетон, то есть замесить раствор и все это укатать. Подключаю, включаю, запускаю и можно приступать к замешиванию. Ну замешиваю по стандартным, 1-3-5, 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер маленького щебня второй фракции. Симпровизировал лейку от остатков железного листа. Вот на такой столбик, у которого полтора метра под землей и пол метра над землей, у меня уходило 2 полных ведра раствора. То есть на все эти 12 столбов ушло 24 ведра раствора. По замешиванию это немного, это всего лишь 3,5 мешка цемента. Раствор заливался с ведра, стал сделать пожиже, чтобы он хорошо провалился. Если были моменты, когда раствор просто не уходил, то есть ведро залил и все, больше не лезло, приходилось все это пробивать арматурой, прям конкретно, чтобы то все провалилось. После ударов, когда раствор переставал уже уходить, то есть я понимал, что столб полностью до краев забит раствором, и там не будет пустот, значит он полностью будет монолитный и прям полный. Ну и чтобы арматурка была прям идеально по центру моего столбика, внутри пластиковой трубы, я использую всякие камушки, там от газоблока обрезки, маленькую щепу, чтобы прям вот арматурка была по центру. Возможно сверху будут какие-то неровности, но это все немножко подпилится. Ну и вот так уже выглядит конкретно готовый вариант. Ну а в следующей серии я покажу, как я сделал уже площадку, из чего, как это все склеивал, приклеивал. Ну а теперь быстренько пробежимся по ценнику. Итак, затраты. Я все расскажу, сколько чего потратил, а потом озвучу цены, потому что цены могли поменяться и меняются, и вообще, возможно, часто стоит золотая терраса у меня. Поэтому скажу сначала по количеству, потом по сумме. Итак, у меня ушла труба коллекционная летняя, можно использовать для железны серую, 3 метра на столбик, 12 столбов, итого 36 метров. Арматуру использовал шестерку, можно в принципе десятку, восьмерку, там нужно смотреть по прочности, но я думаю 4 шестерки хватит, в принципе, вполне. 96 метров, арматуры, шестерки. Также использовал квадратный метр кладочной сетки, 2 килограмма вязальной проволоки. По растворам, смотрите, я брал мешки по 30 килограмм, поэтому у меня ушло 3 мешка. А так, думаю, где-то полтора-два. В общем, по замесам ушло 3 замеса. Внутри замеса был 1 ведро цемента, 3 песка, 5 щебенки. 3 замеса, значит, 3 ведра цемента, 9 ведер песка и 15 ведер щебня. Ну, имеется в виду 10-литровых таких, ну, небольших. Ну и все. Ну, а что касаемо цифр, на такой фундамент у меня ушло 3600 рублей. Это с учетом чисто цемент, песок, щебень, арматура, если бы я покупал, ну, вот буквально сейчас. А так у меня, в принципе, давно уже излишки по всему дому валяются. Я просто их собираю. Это давно уже все учтено еще в будущих роликах. Но я все равно посчитываю, чтобы у человека было представление, что чего почем. Ну, на этом, в принципе, все. С вами был самонастройщик Леха. Через неделю постараемся увидеться. Всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok